Да, давайте больше не буду мудрить тогда с микрофонами. Вот хорошее решение. Через динамики ноутбука просто сделаю. Вот давайте сейчас проверим, звук слышно. А так, если закрыть глаза на память, хорошее решение. Окей. Тогда начну трансляцию. Тема моего сегодняшнего доклада – это мультиспикеры, мультиязыковые модели синтеза речи и генерации несуществующих голосов. Поговорим сначала о мультиспикерных моделях и генерации несуществующих голосов. Какую проблему мы хотели решить, когда взялись за это исследование? Модели синтеза речи, современные модели мультиспикерные могут генерировать то количество голосов, которое было у нас в обучающей выборке. И, соответственно, если пользователю системы синтеза речи нужно получить какой-то свой персонализированный голос, он должен, как правило, записать данные. Запись спикера – это достаточно трудоемкая задача. Ну, и, соответственно, трудоемкая задача – это обучить модель, внедрить ее. Ну, она не менее трудоемкая, чем подготовка данных. Помочь персонализировать голос может как раз инструмент генерации несуществующих голосов, когда пользователь с помощью какой-то панели управления может настроить голос с заданными характеристиками. Современные модели мультиспикера выглядят следующим образом. Фактически к синглспикерной модели после текстового энкодера добавляется спикер-эмбеддинг. Спикер-эмбеддинг – это просто по айтишнику спикера, какой-то ставится в соответствии спикеру вектор, этот вектор обучается вместе с моделью. Число голосов такой модели будет равно числу голосов в обучающей выборке. Мы взяли какую-то нашу мультиспикерную модель и посмотрели, как же ее эмбеддинги отображаются на двумерной плоскости с помощью TSNE. Отображаются они вот так, как видно на экране, то есть точки максимально далеки друг от друга, чтобы модели было очень легко различать спикеров между собой. Вот, и еще диапазон значений достаточно велик, от минус 200 до 200 примерно. И если мы в такой модели возьмем какую-то точку неизвестную, то получим какой-то неизвестный результат синтеза речи. И, скорее всего, модель сломается. То есть качество синтеза будет неудовлетворительное. Для того, чтобы модели мультиспикерные выучивали какие-то законы, по которым формируется голос спикера, нужно больше точек. То есть чтобы это были не какие-то дискретные значения, а чтобы нужно сформировать какое-то более непрерывное пространство спикеров, то есть где точек будет больше. Мы выбрали две архитектуры для наших экспериментов. Первый имбеддинг — это LDE-эмбеддинг из статьи ZeroShot Multispeaker Text-to-Speech with State of the Art Neural Speaker Embeddings. Эта модель обучается как классификатор. Мы протестировали ее на архитектурах FastPitch Tecathlon 2. В качестве вакодера использовали, при том уже заранее обученный, мелпи-синет на 14 гвасов. И вторым экспериментом была наша собственная архитектура WAF-MDN. Модель для генерации непрерывного пространства спикерных фичей. Также обучалась как классификатор. Также проверили ее на обоих архитектурах популярных, это Tocathlon 2 и FastPitch. Использовали тот же самый вакодер для синтеза. Собрали два датасета. Отдельно мы обучали имбеддер для русскоязычных спикеров, отдельно обучали для англоязычных спикеров. Русскоязычный датасет был собран на внутренних данных СБЕР, около 40 спикеров, очень много данных, там больше 750 тысяч сэмплов у нас было. Английский датасет – это склейка LibreSpeech, Hi-Fi TTS и LG Speech, у подсорсных датасетов получилось больше 400 тысяч сэмплов, и благодаря разнообразию голосов LibreSpeech это более 900 спикеров. Давайте краткий обзор LDE-модели. LDE-модель обучается как спикер-классификатор, из которого берется слой имбеддинга, стоящий до классификации. Спектрограмма подается в спикер-энкодер, и энкодер отображает ее в какую-то последовательность векторов экстеты. Между каждым вектором экстета считается мат ожидания, стандартное отклонение из кодбука E. То есть на первом шаге мы учителяем расстояние между векторами XT и каждым вектором кодбука E. Дальше считаем веса, нормировочный коэффициент, и по приведенному формулу считаем мат ожидания, стандартное отклонение, получаем C мат ожиданий, C стандартных отклонений, усредняем каждый вектор, конкуртинируем их, и таким образом у нас формируется спикер-энкодер. И на таком энкодер обучается классификатор. Соответственно, мы обучили такую модель и для русского, и для английского языка. Получили вот такое пространство точек спикеров. Одна точка — это один аудиосэмпл. И каждый спикер отображается в кластер точек. Диапазон значений у ТСНЕ с теми же параметрами стал уже гораздо меньше, от минус 60 до 60, то есть спикерные точки стали плотнее, и можно попробовать уже обучить модель синтеза речи на таком пространстве. Но есть проблемы, что спикеры достаточно сильно вытягиваются в пространстве, то есть на краях мы можем получить какие-то пробелы в данных, то есть точки какие-то out of train могут быть, и, соответственно, модель может сломаться. Мы решили поэкспериментировать дальше, сделать еще более плотное пространство. И придумали архитектуру WAV-MDN. Решили попробовать завести ее сразу на нормализованных WAV-ках, чтобы не терять фазовую информацию. Может быть, она поможет как-то. В целом, казалось, удачно. На вход подается нормализованная WAV-ка, waveform-encoder. Это энкодер на свертках, который уменьшает разрешение по времени, увеличивает вектор фичей. Получаем какие-то кадры по временной шкале, сопоставимой с разрешением спектрограммы во времени. И дальше нам нужно получить взвешенную сумму этих кадров, поэтому мы с помощью линейного отображения отображаем это все в последовательность каких-то величин скалярных, которые мы можем Softmax посчитать, и считаем взвешенную сумму этих кадров. Это все передается в слой, который предсказывает нам смесь Gaussian, и, соответственно, смеси Gaussian мы сэмплируем вектор для классификатора, и сами μ и σ подаем в KL дивергенцию. Таким образом, у нас loss получается, это Angular Softmax для классификации, и умножить на весовой коэффициент B дивергенции кульбука лейблера для нашего предсказанного распределения. Лучший результат с коэффициентом 0.01, 1 сотая, потому что Angular Softmax на несколько порядков при вармапе меньше по величине, чем KL, поэтому KL пришлось понижать, иначе KL сразу вырождал наш предиктор в 0.1, и из него не получалось выбраться. MDN-эмбетинги получились вот такими, то есть у нас получились тоже кластеры спикеров, одна точка — это μ для одного аудиосэмпла. Соответственно, каждый аудиосэмпл отображается в какую-то окрестность точки, из которой будет сэмплироваться вектор для модели синтеза речи. Вот, и эти окрестности, они могут пересекаться, вот как видно, на врезке, ну и, соответственно, у нас получается непрерывное пространство, на котором модель синтеза речи должна обучиться. Вот, и здесь еще плотнее удалось расположить спикеров, то есть у нас получился диапазон от минус 50 до 50, на этом ТСНЕ. Вот, можно, наверное, еще плотнее, если поиграться с балансом Кульбака Лейблера. В результате мы обучили модели синтеза речи на обоих типах имбеддингов и получили схожие результаты. В принципе, работает и Токатрон, и Фаспич со своими артефактами, но обе модели выдают примерно одинаковое качество синтеза. И обе гипотезы оказались верны. Мы провели тест имбеддингов. Первый тест. Возьмем какой-то мужской голос. А так, если закрыть глаза на память, вот хорошее решение. Прибавим к нему имбеддинг женского голоса. Здравствуйте, Арон Яковлевич. Вычтем из него имбеддинг другого мужского голоса. Наука-биоэкология. И послушаем полученный результат. Это, конечно, уже дело вкуса каждого. О вкусах, как известно, не спорят. Получили быстрый женский голос, то есть где-то компонента скорости была изменена. Второй эксперимент. Давайте удвоим имбеддинг уже знакомого нам мужского голоса. А так, если закрыть глаза на память, вот хорошее решение. И вычтем из него имбеддинг очень экспрессивного голоса. Плохая собачка, слезь! Получим. Карл, Клара, украл кораллы. А Клара, Карла, украла клармя. Ну, получили очень скучный монотонный голос, как будто всю экспрессию из него отняли вот этим вычитанием. Но не всегда у нас есть какие-то сэмплы, которые мы можем прибавлять, вычитать по полученным имбеддингам. Хочется научиться управлять генерацией голоса. Для того, чтобы построить какое-то управление генерацией голоса, нужно выделить основные компоненты. Все-таки разобраться, что означает каждый компонент в 64-мерном векторе спикером беддинга достаточно сложно. Для этого мы использовали PLS-регрессию, сформировали таргет из следующих фичей. ID-шник пола минус 1.1, средний F0 по фразе, средняя энергия по фразе, стандартное отклонение основного тона и стандартное отклонение энергии. И отобразили это все в трехмерное пространство главных компонентов. PLS-регрессия обучилась и, соответственно, на инференсе можно брать из пространства главных компонентов какую-то точку с помощью обратной трансформации PLS-регрессии получать спикером беддинг. Мы протестировали это на нескольких вариантах от примера. Первый голос, где достаточно сильно выкручена фича тембр пол. Думаю, приведенные примеры использования уже достаточно интересны, чтобы взяться за решение задачи. Отмечу, три компонента, мы прослушали достаточно много сэмплов, они оказались более-менее интерпретируемы, то есть первый компонент это тембр пол, второй компонент это экспрессия, третий компонент это тон пол, то есть основной тон. Тембр это изменение всех формат голоса, а тон это скорее просто поднятие основного тона, другие форматы не меняются, то есть они чем-то похожи, но все же разные. Второй пример это уменьшим тембр достаточно высокий мужской голос и вот третий пример, когда мы сильно уменьшили тембр. Бутлнеком данной задачей сейчас является вакодер, потому что как выяснилось на тестах обобщающие способности мультиспикеров достаточно ограничены. Вторая часть доклада это мультиязыковые модели. Что здесь хочется подсветить? Достаточно сложно записать одного и того же спикера на разных языках. Иногда может быть даже невозможно, потому что спикер может просто плохо говорить на другом языке. но достаточно легко найти хорошие датасеты на каком-то одном языке. В нашем случае это только русскоязычные датасеты и только английская речь. И мы попробовали собрать мультиспикер модель, в которой каждый спикер может говорить на любом из языков обучающей выборки. В данном случае на русском и на английском. Датасет для русского языка был собран опять-таки из внутренних данных Сбера. Мы взяли для теста 8 спикеров, больше 200 тысяч сэмплов и в основном это были голоса наших ассистентов и некоторые наши голоса, которые есть в продакшене. Для английского языка взяли достаточно качественный датасет Hi-Fi TTS, 10 спикеров, 300 тысяч сэмплов. По часам получилось в сумме 671 час, что достаточно много. Провели два эксперимента. Первый эксперимент это наша стандартная графемная модель Tocatron 2 объединили просто два словаря русский и английский и поставили обучение. Вторая модель это Tocatron 2 в которой мы запроцессили текст фонемы и добавили ID-шник языка, то есть русский или английский. Графемная модель была попытка проверить возможно ли чтобы в одной модели спикеры говорили на разных языках, причем которые отсутствовали в обучающей выборке у кого-нибудь спикера. Стандартный мультиспикер, то есть просто подавали спикер ID и input text. Это была простая реализация и первый пример того, что в целом эта задача может быть решена. То есть у нас были удачные сэмплы, были неудачные сэмплы, местами протекал акцент и в основном русскоязычные спикеры сильно хорошо говорили на русском, англоязычные на английском, а если подать неродной язык, то модель иногда ломалась. И мы пошли дальше. Нужно было как-то упростить GZ-модели. Самое очевидное это перейти от графем к фонемам и объединить фонемное пространство. У нас была кастомная сделанная с помощью наших лингвистов G2P для русского языка и взяли open-source G2P для английского языка в ИПО фонемы. Лингвисты нам помогли объединить фонемное пространство и, соответственно, мы получили словарь фонем с пересечением русских и английских фонем. Построили вот такую архитектуру, которая подавалась помимо Speaker ID еще язык спикера. Язык данного сэмпла. Обучили такой-то катрон и получили интересный результат. Вот здесь примеры. Это наш ассистент Афина. Первая фраза это русский язык с русским Speaker ID. Вторая фраза это русский язык с английским Speaker ID. Надеюсь, акцент будет слышно. Третья фраза это английский язык с английским ID. Следующая фраза английский язык, но уже с русским акцентом, то есть русским Language ID. Дальше смесь русского и английского в домене русского языка. Сейчас вы слушаете Маданну песню American Life. И следующая фраза это та же самая фраза, только уже с английским акцентом. Сейчас вы слушаете Маданну песню American Life. Вот, то есть получилась модель, в которой достаточно стабильная генерация и можно управлять акцентом, с которым произносится фраза. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Борис. Отмечу, что Борис у нас работает в research команде, которая помогает нам со всякими такими прикольными задачами. очень много интересных задач, которые на таком уровне очень сложные задачи генерить одним спикером разные языки, только английский, поэтому зацените его команду, пожалуйста. смотрите, сейчас секция вопросов, я думаю, надо просто поднять руку и задать вопрос. Как поднять руку? Да, можно с кнопочкой, но можно сдавать, да, просто все организуем, я думаю. тогда у меня такой вопрос. спасибо за доклад, очень интересно. А можно на картинку с Ndm переключиться? Да, давай, сейчас, секунду. Вот. Я как понимаю, у вас датасеты в Диккерске они разнообразны, да, там, есть вариации по перефразному спикеру, да, разная громкость может быть в сэмпле, разная интонация, разные эмоции, да, голос. И вот это пространство, как понимаю, объединяет все эти фичи вот в эту карту. Да, вопрос сейчас будет или уже пояснится? Мне интересно, вот эти рядом стоящие пластера, они объединяются, то есть, ну, сейчас формулирую, буду получше. Задачи генерации новых голосов неизвестных, очень важно, уметь характеризовать разные значит, факторы, которые описывают речь, да, во-первых, это тембр, нужно характеризовать, отделить его там от всех остальных, от громкости, от печа, от эмоций. Ваша картинка, как понимаю, она содержит именно комбинацию всех, но те настоящие пластера, они похожи по тембру или нет? Да, здесь достаточно интересная вещь, почему мы вообще начали тестировать, ну, точнее, вот здесь продемонстрировали результаты на двух разных датасетах. Если объединить два языка, то в спикер-эмбединг очень сильно пролезает информация о языке, на котором говорит спикер, и она дает артефакты в модели, ну, типа акцента. Соответственно, здесь модель, здесь эмбединги для русского языка, просто большие кластеры точек, это те спикеры, для которых у нас было очень много данных записано, и маленькие такие кластерочки, это спикеры, для которых было записано минут 30-40, ну, то есть это лоу-ресурсные наши голоса. И чем еще хорош был датасет для русского языка, то, что у нас они записывались все, можно сказать, грубо говоря, на одной студии, вот, и с примерно стандартным постпроцессингом. И в в АфМДН мы еще нормализовали аудио по громкости, чтобы убрать эффекты именно громкости между фразами, ну, что сказано тихо, что сказано громко. И, да, близкие кластеры, они похожи по тембру. И иногда у некоторых голосов, там, где они перемешиваются, реально тембр тяжело было отличить. А мужские и женские можете указать на картинке, они как-то выделяются явно? Мужские и женские К сожалению, я бы, конечно, отзумлил, я просто не могу отличить, например, цвет вот этого спикера от цвета вот этого спикера. Вот. И когда я делал этот слайд, мне было сложно разобраться, где у нас, какое облако, что-то стандартный тул ограниченную поливку использует на 40 голосов, не хватило, видимо, стандартных цветов, вот они дублируются. Вот, мужские и женские далеко друг от друга стоят. А когда вы проверяли, как новый голос агенерирует с этими модификацией точек, вы проверяли по спикеру иденти, насколько недалеки от уже имеющихся в базе голосов? Или это все-таки что с ремнией? Мы в процессе с этой метрикой мы как раз с биометрией связались, потому что нам вот как раз нужны биометрические модели, чтобы вообще понять, какое разнообразие голосов мы можем выдать при данных вводных, при нашем ограниченном датасете. То есть янул задачу именно выделения тембра как отдельные компоненты, по которым можешь ходить, она здесь пока не решается. Она просто как бы в общем. Пока мы в процессе разработки вообще самой метрики, как посчитать разнообразие голосов, которые нашим моделям может вывести. Вот, она оказалась не такая простая и, думаю, в следующем году уже сможем поговорить на эту тему. Да, хорошо, спасибо. Спасибо. Здрасте, можно вопрос задать? Да, конечно. Вопрос про спикер, энкодер, да, то есть вот и про как бы да, что стахастический. Вы можете еще раз рассказать мотивацию именно такой архитектуры и какие вы видите дальнейшие шаги или удовлетворены именно энкодером, спикер-энкодером. Окей. Интересно вот про и почему такая мотивация и дальше. Мы выбрали смесь гауссиан вот как раз для того, чтобы у нас при сэмплировании пересекались окрестности, чтобы не было, ну, чтобы в общем больше точек могла увидеть модель, чем у нас модель синтеза, чем у нас есть обучающих сэмплов. Как мы хотим развивать, собрать больше голосов для спикер-энкодера, то есть сейчас мы были ограничены тем, что мы разделили их на разные языки, но провели несколько экспериментов, оказалось, что можно соединять мультиязычные датасеты и если навесить adversarial loss на угадывание языка и спикер-эмбеддинга, то можно нивелировать именно языковые особенности, вот, и получаются языконезависимые эмбеддинги, то есть мы сейчас пробуем соединить больше голосов, ну, больше датасетов на разных языках. Есть проблема, что все датасеты записаны в разных условиях, и это получается некоторая плохая фича для модели классификатора, то есть возможно эти условия у нас могут протекать, но здесь adversarial loss нам не помог, он сильно разламывает модель. Вот, и сейчас мы хотим просто увеличивать число спикеров на трейнер, то есть дойти до десятков тысяч попробовать. Скажите, а сильные условия записи влияют? То есть я не знаю, вы записывали спикеров в каких-то контролируемых условиях, или это просто ваши сотрудники из колл-центров, у которых вы взяли разрешение на использование голоса? Внутренние данные Сбера, да, записаны в каких-то специальных условиях, то есть это просто студийная запись на профессиональном оборудовании, минимальное присутствие, вообще, по-моему, отсутствие фоновых шумов и постпроцессинг звукача с удалением артефактов. А open-source data, она может быть записана на разном оборудовании, и вот здесь могут быть проблемы, что если мы берем single speaker dataset, и у него были какие-то особенности оборудования, то это может стать фичой для классификатора, а не именно не тембральная характеристика. Интересно, да, очень интересно, потому что внутренних данных, насколько качество важно, потому что если ухудшение качества записи можно компенсировать количеством, то, что вы говорите, что покрыть пространство голосов получше, то есть может быть, если 10 тысяч и больше, может быть, то есть насколько вам кажется, можно ли перекрыть проблемы с качеством записи количеством голосов из телефонных разговоров низкого качества? Хороший вопрос, у нас при первом подходе к спикер-энкодеру, ну вот к этим моделям, которые не ряд спикер-эмбиддинге, common voice разломал всю концепцию, мы думали, что она не очень жизнеспособна, потом мы сделали шаг назад, взяли только внутренние голоса, получили лучший результат и стали аккуратнее добавлять голоса в наш датасет и отдельно тренить там русский-английский, вот, то есть... Борис, я тебя вынужден прервать, спасибо большое, спасибо, сейчас у нас доклад Илчина, но прежде пару слов, смотрите, это...